Розы, пионы и даже подсумки. Эти цветы будут радовать круглый год, независимо от погоды. Здесь каждая композиция словно произведение искусства, на которое уходит немало времени. Казалось бы, такое невозможно, но все они сделаны и своими ранами. Маленький и вместе с тем яркий цветочный мир Субурбековой не оставят равнодушным. А началось все с идеи открыть свой магазин по продаже растений. Но со временем планы изменились. Женщина переехала в Ингушетию и спустя время нашла новое, теперь уже любимое занятие. В основном, честно говоря, мне нравится работать, как говорится, то, что в голову придет, то и хочется сделать. Вот увидела новый цветок, обязательно хочется попробовать это сделать, как получится у меня или не получится. Ну, на слабо. Слабо тебе сделать или не слабо? Я всегда была увлекающимся человеком, всегда у меня были какие-то занятия с самого детства. И в этих эго-дебатах она победила. Сейчас фом-флористка может повторить практически любой цветок. Форму, размеры и даже такие особенности, как пыльца. Если вначале возникали трудности из-за отсутствия необходимого и качественного материала, то и сейчас Субур делится своим умением с другими. Фоамиран, масляные краски, пастель. Под рукой есть все для создания прекрасного. Смотри, вот это, обрати внимание. Это как мы сможем сделать, если мы на этом материале делаем? Как мы вот этот оттенок сделаем? Пастель. Молодец, правильно. А это, знаешь, сегодня в первый раз, правда, будем с тобой краской масляной немножко тонировать, учиться. Хорошо? Айна Арсельгова внимательно слушает каждое слово наставницы. Девочка посещает курсы по фом-флористике уже пятый месяц. Первый этап она уже прошла. Есть очевидный прогресс в навыках. Теперь готовится ко второму. На первом уроке мы делали заколки, резинки. Потом мы начали делать розу. И вот одна из моих работ. Мы еще делали фиалки, тюльпаны. А какая из твоих работ тебе больше всего нравится? Роза. Сегодня хендмейд все меньше воспринимают как обе скучающих домокозяек. Скорее, это творчество, не имеющее границ воображения. Такие увлечения сейчас называют самостоятельным фрилансом. Творческое направление дает возможность не только работать на себя, но и массу приятных впечатлений и знакомств, говорит Субур. Огромное спасибо. У вас чудесные мастера. То есть вот такие вот цветы из фоамирана, я не знаю, кто может их сделать. Потому что для того, чтобы вырезать этот листочек, надо, если она это вырезает все руками, это женщина, ей дано от Бога. Большое спасибо за то, что приехали, ребята. То есть у нас такой не солнечный город, а вы такие все солнечные, красивые. Спасибо, Англова. Удачи вам. Всего доброго. Каждому изделию у Субур вручивает свой подход и настроение. Что-то удается реализовать быстро, невзирая на занятность и основную работу. А какие-то композиции рождаются спустя длительное время. Но неизменно одно. У каждого творения своя история и задумка. В принципе, все цветы нравятся. Я их все люблю. У меня нету нелюбимых цветов. Даже неудачные люблю. Ну, эти начала делать. Поехали в Джейрах. Я привезла оттуда облепиху. Посадила по себе. Она лежала с корнем вырванная. Видать, может, кто-то зацепил. Или животное маленький вот такой кусочек. Она уже выросла у меня, растет во дворе. Вот облепиха, она меня как бы вдохновила. Этот кустик, чтобы он жил. Своё имя женщина полностью оправдывает. Сабр в переводе с арабского терпения. И это хобби требует его сполна. Чтобы собрать одно такое изделие, требуется от 4 до 8 часов непрерывной работы. Остаться безучастной к этому увлекательному занятию невозможно. Сейчас попробуем, как будет темно-красное на этом ложиться. Смотри, лишнее вот так вот причпокиваешь, убираешь и прокрашиваешь. Сначала держишь вот за кончик. Сильно не тяни, порвешь цветок. Главный секрет женщины – стремление стать лучшей, желание учиться. Ведь для фоум-флористки важно не просто красиво смастерить изделие, но и повторить его анатомические особенности. Помощь, конечно, интернет. И вот книги. Очень много полезного в таких книжках бывает. И в интернете изучаешь строение цветка, изучаешь строение стебля, изучаешь. Бывает иногда, что ты неправильно сделал. Но это только на первый раз, когда ты пробуешь. Бывает, что не получается. Начинаешь изучать дальше. Второй раз уже получается лучше. Третий раз совсем хорошо. Поэтому нельзя отчаиваться. Нужно стараться. Главное – терпение нужно. И желание нужно, чтобы это хотелось, чтобы это делать. Без желания тут ничего не получится. Фоум-флористика для Субур – одушина, которая много лет будет радовать не только ее, как рукодельницу, но и близких, которые являются счастливыми обладателями эксклюзивных композиций. Хавага Гиева, Асхабила Киев, Новости 24. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok